Вместо кассира с деньгами на входе в банк Павла Михайловича встречал вооруженный охранник. Мужчина рассчитывал получить пенсию, но пришлось возвращаться домой с пустыми руками. Я в деревне в основном проживаю. Вот приехал в город, а в кармане 3 рубля. Что теперь делать будете? Пойду и страчу последние 3 рубля. Рабочее утро началось, как обычно. Сотрудники банка выдавали кредиты и принимали платежи, когда сработала сигнализация. Следуя инструкции, они вышли из здания. Обычный рабочий день, и тут пожарная сигнализация сработала. Все быстро, оперативно вышли. Почему сработала сигнализация сотрудникам финансового учреждения, никто не объяснил. Через несколько минут после сигнала тревоги все спецслужбы города оказались на месте ЧП. 9 спецмашин, спасатели, медики, полиция. Силовики объяснили. В полдень им позвонил неизвестный и сообщил о заминированном банке. В основном это совершают или лица, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения, или подростки, которые, к сожалению, не понимают, насколько это трудоемкая работа. Проверка банка показала, тревога была ложной. Бомбу не обнаружили. 70 сотрудников вернулись на рабочие места. Оперативники определили, из какого номера звонил телефонный террорист. Сейчас ведутся его поиски. Неизвестному грозит срок до 5 лет. Сергей Кизоркин, Максим Гусев. События.